МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы знаете, что буквально несколько дней назад в Красноярском крае и в Иркутской области сгорело более 130 жилых домов, есть погибшие. А как меняется работа службы гражданской защиты, когда вводится такой особый противопожарный режим? Во-первых, усиливается работа патрульной группы и патрульно-маневренной группы. У нас таких групп две. У нас есть в этой патрульной группе еще средства для тушения пожаров, ранцевый огнетушитель. Есть боевая одежда для членов этой группы, чтобы можно было идти и заниматься тушением небольших возгораний. Патрульно-маневренная группа на базе учреждения благоустройства и дорожного хозяйства, там у них есть полевомоечный автомобиль с большим запасом воды, ну и шансовый инструмент. Ну и, соответственно, тоже люди, которые могут уже затушить большие объемы. Александр Николаевич, а на что обращает внимание вот эта патрульная группа, когда она едет по Искитиму? Что для них является сигналом к действию? Возгорание. То есть, если они увидели, что где-то домит, то и ведут туда, так сказать, свой путь. Или же какая-то компания собралась. Ну, я бы сказал, что вот такая вот группа патрульная, она не очень актуальна на территории города. Потому что вся территория города, практически нет безлюдных мест. Везде есть люди. Вот если в каком-то муниципальном районе, где большие площади, там нет ни одного человека, да, там понятно, там нет глаз. Для этого патрульная группа туда едет, смотрит, наблюдает в бинокль, да, нет ли где по горизонту, не загорелось ли что, не вьется ли дым. Чтобы чем быстрее мы увидим этот пожар, тем быстрее отреагируем на него, локализуем и ликвидируем. Ну, а в городе, сами знаете, да, везде ходят люди. В огороде могут люди сжечь солому, еще что-то. И никому дела до этого нет. Это, вот вы правильно сказали, это мы наблюдали в мае месяце, ездили в составе нашей группы. Просто люди стоят, смотрят, как горит их забор. Ничего, нормально. Ждут, когда приедет пожарный автомобиль и начнет тушить. Хотя в этот период времени, когда вот такие сезонные осложнения, пожарные автомобили зачастую, они даже в депо не заезжают. Они с одного пожара, возгорания, пала сухой травы переезжают сразу оттуда на другое место. И в очень горячие дни бывают, когда нужно принимать решение, что тушить, туда ехать или туда. Вообще говоря о командно-штабных учениях, которые недавно у нас завершились в Искитиме, что это были за учения и как часто подобные учения проводятся в Искитиме? Чем они отличаются от любых других тренировок? Такие учения проводятся раз в три года. По вводной со стороны деревни Конихин шел ландшафтный пожар. Такая ситуация вполне может произойти в городе, поэтому мы ее взяли как за реальную. В этом сомнений никаких не было. И там была угроза заводу, угроза дачному обществу и поселку Молодежный. Если у нас на первый день было три таких больших водных, это вот по пожару в районе завода искусственного волокна, вторая водная была на химически опасном объекте, который один остался у нас, Гроспирон, фабрика мороженого. А какая там может возникнуть ситуация, Александр Николаевич? Там у нас используется в производстве аммиак. Его немного опасностей он большой не несет. Весь аммиак, там чуть больше тонны, он находится в системе под давлением. Весь залповый он не выбросится никогда. Но тем не менее это аварийно-химически опасное вещество. И всяко может быть, могут пострадать люди. Какую оценку по итогам трех дней поставило областное управление Искитима? Оценку будет ставить губернатор, они будут ходатайствовать. Вот это вот комиссия, которую возглавлял заместитель начальника главного управления. Оценка хорошо. Как часто в области вообще оценка неудовлетворительно ставится на вашей памяти? Ну, на моей памяти всякое было. Но последние годы оценка неудовлетворительна. Я не помню, чтобы кому-то было поставлено. Александр Николаевич, у нас впереди лето. Открывается купальный сезон. Как готовы водоемы? Что-то изменилось, может быть, на пляжах? Все равно вы изучаете эту ситуацию. У нас есть денежные средства. Запланировано по программе, по нашей. Большинство этих денег предназначены для учреждения благоустройства и дорожного хозяйства и для обеспечения безопасности людей на воде. Это подготовка водоема, подготовка территории пляжа, кабины для переодевания. Это где все будет делаться? Это будет делаться на нашем муниципальном пляже. Плюс сейчас, в ближайшее время, они уже подали заявку, необходимо обследовать и очистить дно вот в этом месте. Сейчас просто водолазы бердские заняты. Но мы ждем. Они обязательно, может быть, на этой неделе, пообещали нам эту работу сделать. Ну и, естественно, для обеспечения порядка и быстрого реагирования подразделений неведомственной охраны, которая сейчас вошла в состав Росгвардии, у нас есть мобильный телохранитель. Мы его сейчас, договор возобновляем. А какова его задача? Это очень удобно. Мы вот на протяжении уже последних трех лет с ними сотрудничаем. Вот уже четвертый год будет в этом году. Ну, какой контингент отдыхает на пляже? Всякий, да, так же, как и везде. Часто бывало раньше, что там собирались нетрезвые компании, распивали там спиртные напитки. Ну, у нас матрос, два человека, да, в летний период. На замечания они действуют агрессивно. Сейчас мы вам лодку проткнем. Ну и показываешь дежурному, там дежурный занят, то еще что-то. Экипажи куда-то уехали. Естественно, это усложняло работу на пляже. А люди, которые находятся в алкогольном опьянении, они прежде всего и становятся жертвами воды, да. А сейчас у нас есть мобильный телефон, есть договор, кнопка мобильного телохранителя, она привязывается к телефону, к обычному. Человек нажимает на кнопку, сотрудник наш, да, если это необходимо. Сотрудники пребывают в течение трех минут. И уже совместно они там, кого нужно, успокаивают, кого нужно, доставляют в дежурную часть, оформляют протоколы, потому что хулиганства много, что там греха той. То есть у нас пляж будет городской? А как же, куда же мы денемся? Просто был одно время разговор, что он идет в частные руки, и как бы это будет все в частных руках находиться. Не получилось. Скажите, а пляж в индустриальном микрорайоне ходит разговор о том, что все-таки его там привезут в порядок, и там можно будет купаться. Так там можно купаться или нельзя? Там купаться нельзя. И не потому, что там нет пляжа. Там вот именно характеристика течения и дна не позволяет сделать пляж. Там нужно определенные, так сказать, провести работы. Там яма, там водоворот на левом берегу. И там из года в год люди тонут. И дети в несколько раз. Но, в принципе, это можно доработать, если... Но если там яма, ее же будет вымывать, смысл там отсыпать, засыпать? Да. Ну, структура там вот именно такая. Тем более, когда там мы надеялись, убирали там остров, да, чистили, что-то изменится. Но в лучшую сторону там ничего не изменилось. Ну, а вот это место у коммунального моста, оно называется место неорганизованного отдыха. Хотя из года в год мы все требования выполняем и подписывают нам, что это, да, городской пляж. Но у нас там нет администрации. То есть в силу того, что рядом находится наша спасательная станция, мы приглядываем, конечно, за этой территорией, смотрим, там убираем. Мусор убирает управление благоустройства дорожного хозяйства. Ну, дети в масштабах акций, да, разовых, конечно. Постоянно на пляжах работают. Да, взрослые бросают. Дети убирают. Ну, бывает, что и так. Ну, а основная наша задача не только пляж, но и территория города, в том числе и индустриальный микрорайон. Когда мы видим, что там много народа, у нас лодка моторная, мы выезжаем и там человека оставляем. Ну, стараемся, так сказать, захватить всю эту территорию. А если это будет частный пляж, то по требованиям они обязаны обучить матросов-спасателей своих. И это уже будет отдельный спасательный пост на пляже, как это вот сделано в городе Бердске. Кстати, вот 7 июня на базе нашей эскетимской спасательной станции здесь будет проходить аттестация на матросов-спасателей. Будут сдавать экзамены. А почему именно у нас проводятся такие экзамены? И берчане, и эскетимцы здесь? Ну, по традиции так получилось. То есть берется южное направление, да. Ну, вот взяли город эскетим. Ну, и мы хорошие организаторы, без ложной скромности, надо отметить. Потому что, чтобы сдать аттестацию, надо иметь какое-то оборудование, да, оснащение. Надо иметь лодку. Не просто лодку, а предоставить ее для сдачи зачетов. Ну, попробовали раз. И здесь же у нас наш эскетимский поисково-спасательный отряд, с которым мы тоже сотрудничаем, проводим обучение. Александр Николаевич, я знаю, что в этом году в самом управлении вы тоже навели порядок, у вас произошел ремонт. В связи с чем был запланирован этот капитальный ремонт и для чего он был сделан? У нас сейчас на территории области реализуются несколько программ. Это программа «Экстренный телефон 112», да, система экстренного вызова. Это аппаратно-программный комплекс «Безопасный город», в котором мы разработали техническое задание, оно согласовано у нас уже. И это развитие ЕДДС, Единой дежурно-диспетчерской службы города. Нам обещают тут в рамках программы АПК «Безопасный город» видео-стену поставить. А что это такое? Ну, это четыре больших экрана, два на полтора где-то, да, вот такого размера, где будет отображаться информация. Какая? Всяческая. Это будет после того, как у нас начнет реализовываться программа «Безопасный город». У нас будут камеры, камеры видеофиксации, камеры видеонаблюдения. Все эти камеры будут аналитическими, то есть умными. Не просто можно сидеть так и смотреть оператору, что там на этом мониторе, на этом. Просто они будут, так сказать, обращать на себя внимание в случае, если что-то идет нештатно, не так, как она запрограммирована. Ну, конечно, а так людей не хватит просто смотреть и самому анализировать. А сколько камер будет? Очень много. А что за стена, где она будет установлена? Эта видео-стена будет установлена у нас. У вас в управлении, в ЕДДСе? Да, в оперативном зале. И мы делали ремонт именно в этом оперативном зале, потому что там должна быть определенная площадь, не менее 18 квадратов. То есть, а сколько камер будет выведено в этот зал? Да я сейчас вам после этого не могу сказать, сколько. Но больше десяти? Да, естественно. Естественно, больше десяти. Сейчас будет разрабатываться проект. Мы написали все наши, так сказать, хотелки, что мы видим с учетом особенностей нашего города. Там различные сегменты. И экология, и транспортная безопасность, и общественная безопасность, и безопасность инфраструктуры. Все, что связано с системами жизнеобеспечения. То есть, там будут у нас интеллектуальные системы, которые будут мониторить состояние работы всех котелин. Они будут наблюдать за местами массового скопления людей. Идешь, идешь себе по городу, бросил бумажку, раз, тебе камера зафиксировала, да? Да, в том числе и это. Экологическая безопасность. Ну, все делается для того, чтобы людям жилось проще и доступнее все было. У нас всяко бывает, что и люди теряются. И опять же, это направлено на общественную безопасность. И которая связана в том числе и с угрозой терроризма. А когда начнется установка этих систем на скитиме? После того, как разработают проект. Вот сейчас техническое задание согласовали в марте месяце, 28 марта. Сейчас обсуждается финансовая модель, кто будет разрабатывать проект. К концу рабочий проект уже аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». Туда вошло 7 муниципальных образований. В пилотную зону пока. Вообще-то «Безопасный город» везде будет, по всей области. В этом году определили 7 муниципальных образований. Город из скитим тоже туда вошел. И вот в первую очередь у нас будут внедрять это. Все это делается постепенно. Будет анализироваться правильно. Они идут по этому пути. Может быть, уже на основе вот этих пилотных разработок они поймут, что немножко здесь надо подработать. Для этого обычно и выбираются эти пилотные зоны. Чтобы уже на вот этих ошибках, которые в первую очередь, уже выработать правильное решение, более эффективное. Ну а пока мы только ждем, к сожалению. Но мы готовимся. И вот в частности, вот город, глава выделил нам 200, чуть больше, 200 тысяч рублей для того, чтобы провести реконструкцию помещений. Иначе мы бы не смогли участвовать. Вот мы там убрали стену, расширили площадь, оборудовали. И, в принципе, комиссия, которая была, она оценила эту работу. То есть, я думаю, может быть, в этом году, к концу года, мы начнем уже прирастать и каким-то интеллектуальными системами. Будем обучаться, как на них работать. Ну а потом, наверное, да не, наверное, точно, речь зайдет уже о каких-то дополнительных штатах, которые будут работать именно в этой системе. Спасибо, Ван Александр Кулачев, за эту беседу, за то, что вы к нам сегодня пришли и ответили на наши вопросы. Уважаемые телезрители, у нас в гостях был начальник службы гражданского защиты населения города Искитима Александр Мальцев. Все вам доброго и до встречи. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин